всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обучающее видео по rocket ground boost я надеюсь что она будет также полезно какие видео по плазме ну и давайте начнем точно также на ту же самую карту переходим в tricks мод идем на 3 chaos beta 3 если у кого-то до сих пор этой карты нету ссылка обязательно будет в описании и не забываем поменять moments на cpm и и так переходим в нашу уже любимую комнату freestyle room 1 и оказываемся на знакомым весьма знакомым для кого-то месте для кого-то пока еще нет но я думаю станет знакомым здесь у нас слик платформа точно такая же которая которая показывал на плазмы гб она нам также послужит неплохим таким батутом для понимания и рядом как раз очень много свободного места чтобы попрактиковать наши рокет гб вы давайте начнем итак для начала стоит понимать что такие кб с ракеты работают точно так же как из плазмы то есть мы получаем сплэш урон перед этим набрав какую-то стартовую скорость и далее сликаем набираем еще скорость и нажимаем прыжок все это естественно с определенной задержкой длительность слика точно такая же как и везде то есть как и на плазме если вы вдруг на плазме уже превращались у вас очень хорошо получается после ракеты у вас скорее всего никаких проблем не будет итак начнем со стартового гб самый-самый обычный который используется практически везде которые должны уметь я думаю абсолютно все но его тоже можно улучшать его тоже можно делать очень хорошим и сильным работает он достаточно просто для начала нам нужно научиться набирать скорость вдоль стены я думаю что совсем новички смотреть обучение рокет бустам не будут потому что им в принципе рановато так что я думаю все по стены набирать скорость прекрасно умеют то есть набираем 460 там 470 по возможности 480 даже можно разогнать и добавляем ракету стрелять нужно примерно под диагональным углом чтобы нас прижимала к полу если у нас будет угол слишком высокий то мы у нас будет просто подкидывать над полом и гб соответственно не получится так что выставляем диагональный угол примерно от тут но грубо говоря даже 0 можно от 0 до минус 15 минус 10 но лучше экстремальные совсем высокий такой не ставить потому что в этом случае ракета вам будет давать очень мало усов и начинаем стрелять и попутно также продолжаем вести мышь как мы стрейфель вдоль стены отводим немножко мы ждав право чтобы походу она шла набирала скорость так и при гб продолжаем также вести мышь ничего по сути не меняется и видим мы что немножко мы просликали возросла скорость до 1080 уцов даже вроде бы ну и пробуем еще раз пробуем пробуем и пробуем тренируемся смотрим как работает слик сколько он вообще длится как сильно нужно мышь вести потому что если вы будете вести мышь слишком быстро вы будете выскакивать из цигаза и скорость будет теряться а если будете вести слишком медленно то вас во первых обратно к стене не прижмет потому что вы оттолкнетесь от нее а во-вторых вы не наберете максимум который возможен а нужно естественно в этой фраге нам нужно естественно всегда стараться лучше и выжимать максимум но если у вас возникают какие-то проблемы можете воспользоваться этим сликом про который я сказал то есть просто прижимаете себя в угол ничего не жмете нажимаете боковую кнопку и стреляете ракеты тут вы можете чуть-чуть более просликать и начинать чувствовать это гораздо лучше с какой скоростью нужно мышь вести и собственно как это вообще происходит вот даже 1200 разогнал еще 1200 то есть можно можно и и вот так вот тоже потренироваться но если у вас все получается можно начать добавлять прыжок кто-то может продолжать делать это на слик поверхности но я бы рекомендовал уже переходить на обычный пол потому что в данном случае у вас уже может начаться какое-нибудь искажение искаженное представление того как это все делается потому что здесь очень много слика и это честно говоря немного отдаленно от реальности это просто для стартового понимания мы добавляем прыжок собственно начинаем сликать продолжаем вести также мышь и в самом конце нажимаем прыжок если у нас получается вот такая вот картина то есть я получил на той начале 1100 а потом у меня вдруг 800 не по непонятной причине что произошло ничего страшного просто я я нажал прыжок слишком поздно обращайте на все эти ошибки сразу внимание то есть у вас не получилось сразу ищите почему у вас не получилось можете даже записать себе демку и потом в таймскейле ее разобрать что именно у вас из что из моментов у вас не получается но если вы не пишете демку вам лень или вы не умеете ничего страшного просто проявляете наблюдательность и старайтесь обращать внимание на элементы которые у вас не получаются то есть либо вы прыгнули поздно либо вы слишком медленно вели мышь вас оттолкнула от стены слишком далеко не прижала обратно либо вы вели слишком быстро и ударились потом об стену потеряли всю скорость такие моменты нужно отслеживать ну и пытайтесь делайте 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 практика практика еще раз практика и у вас я думаю все получится ничего особо сложного в этом элементе нет спокойно 1100 в принципе выбивается и давайте перейдем к более сложному элементу я бы его назвал ракетный серкал будем мы делать примерно вот по такой траектории гб делается он с прыжка он так и так и называется собственно гб с прыжка и либо там не знаю кто то говорит гб на 180 и так далее суть в чем мы должны прыгнуть развернуться и в момент падения когда мы будем терять высоту когда мы будем максимально близко к полу стрельнуть развернуться обратно и начинать набирать скорость боковым стрейфом почему боковым потому что если мы будем набирать вперед и в бок скорость то есть вот так вот как мы обычно стрейфим то нам нужно будет разворачиваться гораздо на дольше на большее такое расстояние это не совсем удобно ну и главное здесь и стрелять не очень рано и не очень поздно если мы стрельнем очень поздно то мы можем вообще как бы стрельнуть уже задев пол если мы будем стрелять очень рано то мы очень мало будем слигать потому что слиг работает сразу же после получения урона то есть во время которое мы в воздухе после выстрела это у нас уже идет условный слиг и чем больше мы находимся после выстрела в воздухе тем меньше мы сможем потом просликать на полу поэтому очень важно стрелять именно в последний момент либо если у нас высокая вертикальная скорость если мы падаем откуда-то с высоты естественно можно стрелять чуть пораньше потому что там нас прижмет к полу быстрее ну и собственно тренируемся можно использовать также этот слиг но я бы на самом деле не рекомендовал потому что она может вам очень сильно исказить понимание вещей как это на самом деле происходит но для начала естественно можно попробовать и на слиге ну и примерно это выглядит вот так то есть я прыгнул последний момент течение в последнем момента развернулся в последний момент потом выстрелил развернулся обратно и начал набирать скорость боковым стрейфом вот так это примерно происходит можете также вначале без прыжка просто чтобы просто увидеть что вы слигаете что вы набираете скорость и так далее а потом уже начинать добавлять прыжок то есть старайтесь разбивать себе эти элементы на еще более маленькие такие группы элементов которые нужно совершать которые нужно делать очень качественно и хорошо также такой гб можно делать спиной в некоторых ситуациях некоторые карты это позволяют спиной делать немножко проще но потом все равно нужно иметь ввиду что вам по итогу все равно нужно будет развернуться и совершать дальше какие-то действия спиной это выглядит немножечко попроще мы точно так же прыгаем разворачиваемся последний момент стреляем и в данном случае мы можем использовать не боковой стрейф а уже назад и боковой стрейф то есть двигаемся диагонально потому что худ у нас как раз будет в этом положении если мы обратим вот внимание на circle задом да то есть если мы боковым будем делать то видим что нужно немножко дальше не вести мышь а если боковыми назад то он прям вот у нас под носом ну и собственно прыгаем и делаем не забываем вести мышь то есть не забываем что у нас слиг на полу и нам нужно выбирать скорость все зависит не только от выстрела еще и от того как вы сликаете и как только у вас начинает получаться можете конечно добавлять прыжок также в некоторых ситуациях нам может понадобиться буст с ракеты от пола это немного более техничный элемент для общего понимания и в целом для закрепления он используется не то чтобы прямо везде но ну делать его можно везде но он не всегда эффективен так что применение для него тоже нужно подыскивать оптимальное тренировать его достаточно легко нам будет хватать высоты собственного рокет-джампа можно делать даже с места просто подпрыгнули начинаем стрейфить и вот немножко я подсликал но так не очень заметно поэтому я рекомендую хотя бы идти вперед начинает стрейфить стрелять под себя перед приземлением потому что ракета будет оказываться где-то внизу точнее точнее сказать где-то за нами немного и собственно мы будем получать сплэш урон и будем сликать здесь все более смутно так скажем потому что угол выстрела будет зависеть от вашей скорости горизонтальной также будет зависеть в момент выстрела будет зависеть от вашей скорости вертикальной уже скорости падения поэтому он такой более мутненький гб его очень долго нужно тренировать и на каждой карте он всегда делается по-разному поэтому ну вот он такой уж какой есть если вам интересно можете конечно его потренировать на этом в целом все и давайте перейдем к дымкам я вам покажу все вот эти виды гб карты на которых это все можно также тренировать с отслеживанием прогресса ну и поехали дымок в этот раз у нас немного побольше и давайте начнем ну прямо с первой сверху вниз пойдем не будем уж прямо по порядку разбирать по мере поступления будем разбирать итак эффект уроки вначале будем смотреть в натуральной скорости а потом будем добавлять time scale не смотреть уже замедление на этой карте очень хорошо тренировать именно поворотный гб на 180 который с приростом скорости он естественно становится не на 180 а просто таким гб который нам позволяет немножко лучше поворачивать я надеюсь что time scale 05 нам будет достаточно и давайте посмотрим еще раз ссылка на эту карту обязательно будет в описании дымка также будет на google диске и здесь я делаю вначале на 180 делу его не очень сильным потому что мне очень сильный не нужен так как тут спейсинг нужно тоже соблюдать вот примерно так так вот это делается лк арка здесь мы думаем думаю сможем посмотреть более замедленно здесь у нас есть гб как бы стартовый просто с места и 2 гб которые нужно делать грубо говоря как как с прыжка и давайте ставим скейлом за 03 а то 05 это посмотрел не очень на самом деле понятно если вы совсем не знаете что то есть что происходит то что я и показывал я набираю скорость стреляю сликую разворачиваюсь еще набираю страйфом далее падая вниз я стреляю под диагональным углом слик разворачиваюсь сликаю еще и здесь точно так же все происходит делаю под диагональным углом выстрел сликаю здесь даже можно не прыгать ну у вас наверно не получится не прыгать лучше прыгать потому что здесь какой такой уж и road димон там вон так далее у нас хантеран 23р здесь у нас гб задом и гб как раз таки от пола давайте посмотрим в натуральной скорости как все вы стоит отметить на самом деле что делать гб задом немного более эффективно потому что вы не тратите время на разворот но вам нужно более точная координация своих движений в этом случае потому что вам нужно как я и говорил в дальнейшем успеть развернуться и дальше уже ориентироваться в пространстве совершать какие-то действия смотреть полностью мы в темп скейле 0 3 не будем просто посмотрим первые 2 гб как я делаю задом на самом деле задом можно даже 1300 разгонять здесь у меня не слишком удачно получилось вот я разогнал развернулся и здесь я делаю гб от пола в определенный момент стреляя получая от нее скорость и еще сликаю здесь обычный ракет да хотя на рампе на такой тоже можно делать гб ну и дальше ничего интересного уже далее все эти карты я опять же повторюсь рекомендую поиграть если вам хочется по осваивать можете поиграть эти карты либо просто найти на сайте карты с ракетами и просто их играть к примеру капкорп рокет буст это у нас по моему карта точнее карты с бустом от пола давайте посмотрим да это от пола это уже совсем такой более техничный извращенный вариант конечно обычно на картах такого нету но для тренировки в целом для понимания опять же можно поиграть здесь что происходит я делаю задний ну задом circle чтобы максимально много набрать скорости продолжаю в это время стрейфить и в последний момент перед приземлением стреляю ракету и начинаю сликать при этом еще подстрейфливая первая карта по моему точно такая же просто здесь нету перегородки которую надо перелетать то есть там надо определенной высоты делать руки джамп здесь можно делать его более эффективным темп скейли уже включать не буду здесь по сути происходит все то же самое далее у нас идет лава лав лава лав 2 здесь нужно делать два граун буста один спиной и один также спиной но немножко с извращенным углом и продолжать стрейфить на этой карте очень хорошо будет наблюдать вашу результативность потому что здесь дальше идет еще стрейф и этот стрейф у вас целиком и полностью можно сказать зависит от первых двух ракет как вы их выпустите и можете конечно запускать только одну но для одной у нас следующая карта здесь у нас две ракеты и как раз таки с прыжка в узком таком вот закуточки нам нужно сделать очень хороший гб 1260 почти сделал и потом еще сделал ракету но она больше такая без слика она больше для спейсинга и скорости но тем не менее так вот это все будет происходит и если просто с одной ракеты потренироваться опять же стрейфом и наблюдать свою результативность можно поиграть лава лав первую часть здесь у нас одна ракета и тоже можно и передом делать этот гб на 180 можно и задом здесь совсем сильный он получился на 1300 ну при учете что у меня было еще было два прыжка стартов и дальше просто стрейфить и опять же давайте в темп я вам покажу как тот гб происходит вам делать два прыжка здесь совсем не обязательно это уже я для рекорда дел можете просто с одного прыжка пытаться делать гб здесь суть этой карты в том что если вы будете неаккуратно делать то вы будете падать это тоже в какой-то степени вам может помочь и для ощущения и для контроля своего гб мы последняя демка на сегодня тхд спидран тоже с гб от пола с гб с места и более того здесь у нас еще есть есть а с как мы знаем делается все немножко быстрее здесь у нас гб с места далее гб от пола ну и по идее просто ракет спам здесь у нас опять же от пола и как будто бы на 180 с прыжками делаем на этом рокет ранее тоже можно потренироваться ну как и на любой другой карте ну и здесь основное внимание я хочу уделить гб от пола потому что вот эта карта как раз я не думаю что прямо задумывался гб от пола как и на hunter ран кстати 23 но здесь вот ребята нашли такой роут чтобы лучше повернуть и зайти в поворот вот и все и дальше ничего интересного такие вот демки спасибо всем за просмотр надеюсь что это видео было для вас полезным обязательно пишите комментарии на какой из видов деятельности в дефраге сделать следующее видео либо это будет через инфо либо это будет что-то про стрейф про snap hood может быть про оба кому-то что-то интересно обязательно оставляйте под моим комментариям свой комментарий что вы хотите ну и все всем ребята удачи всем желаю стараться лучше всем пока